Привет, с вами доктор Глата. Ёлы-палы, что-то мне не удается в последнее время ролики писать, вот про гуся я вам уже рассказывал, гусиха вчера купалась, пока подошел, нет никого, вот, и это самое, сегодня вот я хотел ролик записать, я приобрел на Walmart пару музыкальных перчаток, вот, я вам сейчас покажу фотографию, посмотрели, смысл в том, что вот левая рука басы, ну там басовый ключ, мизинец, до, ре, ми, фа, соль, и на правой руке тоже, до, ре, ми, фа, соль, пришли они сегодня, я поставил батарейки свежие, попробовал играть, нифига не играет, кое-как какие-то ноты непонятные появляются, и, собственно, как им играешь, просто по любой твердой поверхности играешь, как на пианино, вот, и звуки извлекаются, ну там еще разное, еще можно, можно ритм создавать, там барабаны, ну там, как бы сверху, да, покрытие, вот, какую-то музычку и подыгрывать, вообще, смысл-то, ну, изобретение хорошее, ну, не пашут они, китайские, не пашут, видимо, там какие-то датчики, видимо, на пальчиках, когда нажимаешь, и музыка, я даже одного ролика не записал, ну, в смысле, хоть попробовать, как оно играет, нифига, я и так, и так, что только не делал, даже фигу показывал, ну, не играет, нифига, ну, ладно, это я что, собственно, ну, не получилось, не получилось, ладно, я не расстроился, ну, зато я вам сейчас немножко новостей поднабрал, сейчас вам расскажу диких новостей, вот так вот, просто для компенсации, ну, я уже настроился ролик писать, ну, давайте новости фиг с ним, так, теракт в Крокусе могли осуществить при поддержке иностранной разведки, это какой, австралийской, не знаю, дальше, из России ушел крупнейший в мире производитель кирпича, все, кирпичи, интересно, хоть оставили, так, все, австрийцы, австрийцы, так, дальше, Владимир Путин заявил об отсутствии намерений у России воевать с НАТО, блин, да он давно уже, еще позавчера воевал с НАТО, а теперь уже нет намерений, какая-то, какая-то хрень, ну, хрень обычная, чё там, о, наша Канада на Твиттере пишет, в сортире под названием РФ тикает бомба с часовым механизмом, бежать надо прямо сейчас, когда рванет, бежать будет некуда, ну, вот так они, образно, интересный комментарий, не нужно никуда бежать, пусть накроет всех, так, поздно, слишком поздно, а, это, какой-то фильм был, там за танком гонялись, рано, рано, по-моему, это, на Дерибацевской, хорошая погода, поздно, слишком поздно, ладно, и, ребята, от себя я добавлю, бежать никогда не поздно, так, зампред ульяновского правительства, значит, добавил в отчет о своей работе новость про запуск производства карбюраторов для электромобилей, карбюраторы, комментарии, а мы-то всё думали, откуда дед берёт свои фантастические достижения экономики, от которых не знаешь смеяться или плакать, в электромобиле карбюратор, да, хорошо, дальше, директор службы внешней разведки Нарышкин, посетил Северную Корею, обсудил углубление взаимодействия в условиях давления внешних сил, на него давит, прям в задницу бутылка, уже подбирается, США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу, после угроз Путина применить ядерное оружие против НАТО, ну, Путин же вообще сказал, что он не собирается, ну, правильно, так и надо, так, твиттер Усы Пескова, ну-ка что, размещайте рекламу на ракетах Роскосмоса, её увидят миллионы россиян, ну, тут у него спрашивают, ну, как они её увидят, если ракета улетит в космос, не переживайте, не улетит, да, и на самом деле Роскосмос начнёт размещать рекламу на ракетах, на ракетах, так, хорошо, дальше, газовый бизнес Газпрома стал убыточным после отключения поставок в Европе, ну, тут и цифры есть, да ладно, так, дальше, что у меня, ну, быстренько, ребята, чё успел вот с утра, полиция гребёт всех, из Москвы начали массово выдворять мигрантов из Таджикистана, не знаю, нормальные ребята, работящие, ну, и мне так кажется, я не знаю, ну, в общем, так, Прокуратура Гамбурга предъявила обвинение четырём гражданам ФРГ и одному гражданину Швейцарии из-за поставок в Россию газовых турбин Сименс, которые оказались в Крыму в обход эмбарго, обвиняемые знали о конечном пункте назначения для поставленных турбин. Это есть такой сериал, пункт назначения, хороший сериал, там сначала в первой серии там самолёт взорвался, ну, ладно, Final Destination называется по-английски, ужастик. Так, и что у меня заканчиваю, так, бывший следователь изнасиловал и жестоко убил восьмиклассницу и заразился от неё ВИЧ. Ой, 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 комментарий тоже жуткий, а потом заразил жену, любовницу и уборщицу. Ну, всё, наверное, нет, нет, не всё, вот последнее. Габон стал крупнейшим поставщиком запчастей для российских самолётов. Ну, вот так, ребята, такой вот ролик, вот, коротенький, вместо музыкального, коротенький новостной получился. Ну, и хорошо. Смотрите и слушайте, с вами доктор Влад. Пока. Я вспомнил просто, интересно, три года назад, именно в апреле, мне делали операцию на голове, вот с инсультом, помните? Вот, сейчас опять в апреле, что у меня за апрель такой, а? Вокруг копель, как говорится, а у меня операция, а что в следующем году будут оперировать? Ну, у меня много ещё чего осталось. Ну, ладно, я просто вспомнил. Пока.